Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Вики Кристина Барселона. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Римские включения. Комедия, действие которой происходит в одном из самых прекрасных городов мира. Мы встретим известного американского архитектора, переживающего вторую юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро. ПОЛНЩЕ В ПАРИЖЕ Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое, Встречаясь там с Химмингуэем, Пикассо, супругами Фиджеральдами, Гертру Дейрстайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Ешь, молись, люби, 2010 года. Замужняя женщина, Элизабет Гилберт, в один прекрасный день понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое помогает ей открыть новые горизонты и познать себя. ХОРОШИЙ ПОД Воротила лондонской фондовой биржи, безумно умный, удачливый менеджер, и по совместительству большой зануда, наследует винодельну в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что кроме него, есть еще люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка невероятных событий и открытий заставит его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. МАТЬ ПОИНТ 2005 года Некогда известный теннисист Крис переживает не лучшие времена. Надо как-то устраиваться в жизни, а тут еще он на свою беду встречает Нолу, типичную роковую женщину, от которой не стоит ждать ничего, кроме неприятностей. Крис влюбляется в Нолу, а она между тем встречается с его другом Томом. ПОТОНЦЕМ ТОСКАНЫ Тяжело переживая развод с мужем, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо. Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы страстное желание начать новую жизнь. Именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу, вторым заводит новые знакомства, и она еще не ведает, что третья вскоре найдет ее само, и это будет новая, всепоглощающая любовь. Мечатели Париж, 1968 год. Демонстрации студентов, баррикады на улицах, в воздухе пахнет революцией, но у трех молодых людей своя реальность, свой мир, мир кино. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома. Кино стало их жизнью. Сначала это просто увлечение, потом сложная паутина психологических и сексуальных отношений. Между тем, беспорядки на улицах Парижа достигают своей кульминации. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!